Если полиция заблокирует Аблайхана, если они заблокируют следующие улицы, Бейвич, Лык, Байтурсынова и все прочее, вы понимаете, что в двухмиллионном городе будет фактически коллапс. То есть гигантские пробки, город разделен на две части, тогда наши автомобилисты, которые следовали сверху вниз или наоборот снизу вверх, они вынуждены будут стоять в пробке. То есть фактически это нам дает приток возмущенных и митингующих, дает нам приток новых сил. И там, на этом пятачке, там, где если власть пойдет на такие необдуманные панические действия, все это приведет к тому, что город встанет и к этому месту подтянутся еще тысячи протестующих. То есть этими действиями, блокадой улиц Аблайхана, Бейвич, Лык или следующих улиц, власть только усугубит ситуацию для себя. То есть тысячи людей сразу начнут перемещаться по пешеходным дорожкам к этому месту. Мы здесь в качестве своей позиции говорим о следующем. Дело в том, что улица Бейвич, Лык, довольно узкое одностороннее движение. И опять же практика показывает, в том числе работа наших полицейских, что на этих узких улицах они начинают блокировать. Допустим, условно, собралась многотысячная толпа и решила идти к Кемату, городу Алматы. Но здесь полиция начинает блокировать на узких улицах. Бейвич, это узкая пешеходная улица, и им легко блокировать, оттягивать людей в маленькие дворы, каким-то образом отсекать, разрезать вот эту массу. Им будет легче действовать. Поэтому мы предлагаем никуда не уходить. Более того, если полиция все заблокирует, это, ну, представьте себе, что значит все заблокировать. В Алматы вот именно таких активных полицейских не так много. Хотя общая численность около 5000 человек. Но это полиция, которая работает с детскими домами или с детьми, которые несовершеннолетние, совершают мелкие правонарушения и все прочее. Реально активных полицейских там не наберется больше 2000. Не наберется. Ну, что такое 2000 полицейских и тысячи и тысячи алматинцев, которые перемещаются, двигаются к месту протеста. То есть полицейские просто не устоят против этой массы. Тем более, когда наши граждане проведут с полицейскими работу, будут их убеждать, а многие из них ждут, не дождутся, когда пойдет этот режим. Ситуация наступит такая, что часть полицейских просто отойдут в сторону, как минимум. А кто-то, может, и перейдет на сторону народа. Понимаете? Это все зависит от количества протестующих. И как только власть начнет блокировать эти улицы, а эти улицы, это кровеносные сосуды города, это центральные улицы города, если их перекрыть, то все. Это гигантская масса с нижней части города, с верхней части, все останавливается. И тысячи, десятки тысяч людей должны стянуться к месту проведения митинга. Мы не предлагаем вам подниматься куда-то вверх, во всяком случае, до тех пор, пока не будет численность превышать 10 тысяч человек. Ну, собственно, на вскидку это возможно определить. Если наши столичные жители, бывшие столичные жители заполняют собой буквально все пространство вот на этих улицах, то считайте, что для вас уже сигнал двигаться в сторону Акимата. Вот, собственно, такое предложение. Продолжение следует...